Дорогая Дуся пишет солдат своей возлюбленной с войны, адресует трогательные строки, отправляет фотокарточки. Хвалится, говорит, меня первым фотографировали. Вот только не дождалась Дуся солдата с войны. Уехала и вышла замуж за другого, но все равно, вспоминает Александр Титанов, находил в себе силы идти в бой. В той стране немцы были. Мы видели, как у них ходят, все, что делают, все рядом. А на этой стране мы. У них ведь нас были, мы видели их. Мы разговаривали шептышком, боялись их, оружие такое сильно было. Завел танк, поехал давить их. В футбол вечера сдавил. Немцы были попрыгали, руки подняли. Я из танка не вылазал, боялся. Застрелись, все. После войны он все же встретил свою судьбу. Вместе с супругой они воспитали четырех детей. Сегодня у него четыре внука и три правнука. Родные, к сожалению, нечастые гости в доме дедушки. Живут далеко. А на приглашение переехать к родным ветеран отвечает отказом. Говорит, сам со всем справляюсь. Его слова подтверждает и Валентина Честикова, ставшая близким другом ветерану. Скромный, трудолюбивый. В квартире сам убирается, сам стирает, сам готовит. Еще детей не обременяет. Мы знакомы уже несколько лет. Дочь у меня зовет, я не хочу идти пока. Сегодня с утра ветеран достал все свои награды. Повод надеть медали был. Ждали главу района. Мазец Алихов обещал приехать, чтобы поздравить ветерана с 90-летием. Слово свое сдержал. Александр Тимофеевич, доброе утро. Поздравляем вас с 90-летним возрастом. Здоровья вам, радости, счастья, успехов. А уже позже ветеран рассказал, как ушел на войну добровольцем. Как с 42-го воевал на Первом Белорусском фронте. Был танкистом-механиком. Рассказывает, что даже довелось бойцу управлять американским танком «Шерман». Однажды был сильно ранен осколком, попал в госпиталь. А как только поправился, снова ушел на фронт. Победу встретил в Германии. Все радовались, да. Мы сами радовались в День Победы. В Германии Берлин брал я в День Победы. Взяли Берлин в День Победы.